Особое мнение на 101FM Мы как родители начинаем новый сезон Совершенно верно И вот тема, которая приурочена практически к 1 сентября Мы, правда, ее обсуждаем уже вторую или даже третью неделю Это идея о введении 12-летнего обучения в средней школе в Российской Федерации Эту тему обсуждали не так давно, буквально пару недель назад на клубе учителей Кировской области И я там была, я выслушала разные мнения разных экспертов А там были учителя, заучи и директора разных школ со всего региона И вот как интересно я посмотрела материал об этом 12-летнем обучении Я поняла, что вброс вот этой темы был, как ни странно, на Госдуме в прошлом году со стороны ЛДПР Такой вот депутат Госдумы есть Василий Власов И когда он ее вбросил, вот эту тему, что необходимо перейти на 12-летнее обучение Министерство просвещения, нынешнее Министерство просвещения, которое школами занимается У нас теперь еще и Минобор, который вузами занимается Это предложение не поддержало Но тем не менее, несмотря на все это, в течение всего этого года Тема активно муссируется, обсуждается и выносится на различные площадки К чему бы это? Ну вот вы рассказываете, да? А представитель ЛДПР заявляет о необходимости 12-летнего обучения в школе И Министерство просвещения оппонирует представителю, условно говоря, депутатского корпуса Тем, что это не надо Понимаете, сама по себе картинка, она вызывает такое чувство Какого-то анекдотичности То есть так быть-то не должно То есть уж если инициировать какие-либо такие, скажем так, предложения Они должны быть основаны на каком-то анализе На каком-то исследовании На понятных предложениях с точки зрения, зачем это делать Мы с вами образованные люди, да? Нам хватало 10 лет для того, чтобы считаться сегодня достаточно образованными людьми То есть мы получали образы Что значит получить образ? Это понимать, как устроен мир с точки зрения физического состояния То есть где что находится Как он устроен с точки зрения государственного устройства Исторического, математического и так далее А здесь, мне кажется, это предложение Оно скорее связано с неким укладом сегодняшней жизни С тем, что А не занять ли нам молодежь на год подольше? А не сделать ли нам так, чтобы они Вот это вот взросление проходили чуть позже? А не сделать ли нам так, чтобы вот эти молодые люди Которые заканчивают вуз там в 22 года Будут заканчивать в 23 У нас же безработных меньше будет на целый год Учащихся, скажем так И мне кажется, что вот этот вот Вопросы уклада, вопросы того, что А может быть действительно больше учеников занять процессом обучения Не перегружать их Пусть они так спокойно выбирают себе там, скажем так, будущее Более того, мы ведь сейчас имеем систему, которая основана не на деятельность в области образования А услуги в области получения компетенций И у нас как бы, скажем так, я сам как учитель представляю, как это немножко вроде бы Вроде то же самое, да Но в итоге это приводит к тому, что каждый ученик, ну по сути, должен определиться со своим будущим Как он будет работать А не как он будет жить, не то, как он Какое мировоззрение он получает Не то, какие у него должны быть образы С точки зрения, там, отношения К семье, к стране Ну, собственно говоря, к своей деятельности И вот эти все моменты Ну, как раз вызывают Что, чувство, что это Есть некий, ну, с одной стороны популизм А с другой стороны может быть действительно Серьезная такая подготовка к смене уклада У нас сегодня ведь не, скажем, достаточно большая часть молодежи Она уже не работает с 8 до 5 То есть, ну как мы, когда вот я заканчивал университет И, ну, академию тогда, да И пошел работать У меня было ощущение Тойкое, что если я не устроюсь на работу Я неудачник Ну, грубо говоря, я должен был найти работу Ходить с 8 на работу Приходить вечером домой Ехать в отпуск и так далее Сегодня у молодежи такого образа нет То есть, они ищут определенную занятость Они ищут определенную деятельность Они ищут определенные источники дохода И в данном случае занять их еще на год Ведет к тому, что это в том числе И какое-то, может быть, социальное напряжение снимает То есть, вот эти мысли, скорее всего, лежат в основе Ну, и предложения, и самое-то главное Вы говорите о том, что на площадках образовательных Это обсуждается То есть, это, скорее всего, поставленная задача Увидели о том, что это, да, действительно Возможность каким-то образом Снять небольшое какое-то напряжение С точки зрения трудоустройства С точки зрения социализации С точки зрения социальных лифтов По отношению к молодежи Вот с этой позиции, наверное, да Наверное, это имеет право на существование Ну да Во многих странах Например, в Великобритании, Франции, Польше В Испании, в Японии 12-летка Да даже в Белоруссии 12-летка уже введена И там такие аргументы приводятся В том числе и те, которые вы приводили И те, что введение дополнительного учебного года Является сохранением здоровья школьников Потому что нагрузка немножко перераспределяется И тем, что профориентация Может проходить довольно успешно Потому что последний год Выделяется на профориентационные вопросы Возможность улучшения качества преподавания И индивидуализации подхода Вот такие за Высказывается мнение Но что касается мнения против То здесь одним из самых весомых аргументов Является Выделение больших сумм из бюджета Вот на этот следующий год Хотя он мне кажется очень спорным Потому что ведь все равно дальше куда-то ребенок идет Это в СУС он идет или в ВУЗ Там он идет, например, да Ну и естественно Еще один такой вопрос Который некоторые эксперты российские ставят Что вот эта западная система Когда дополнительный год вводится С той целью, что дети могли бы дольше оставаться Под присмотром родителей и учителей Нам она не нужна Дети должны выходить на широкую дорогу И принимать эту взрослую жизнь в свои объятия Мне кажется, тут еще один момент такой Эта система, возможно, интересна для городов Она совершенно неинтересна и неприемлема Для многих, скажем, сельских территорий Особенно Кировскую область возьмем Мы с вами ездили Представляем о том, как там люди живут И для многих этих представителей По большому счету Основная задача выучить ребенка Дать ему путевку в жизнь Чтобы он побыстрее уехал И начал социализироваться, в общем-то, в городе С учетом этого Ну, да, наверное Кажем так Будет еще определенный разрыв То есть, скорее Будет опрятить же разделение по школам Ну, скажем так Школа средняя будет на год длиннее И как... То есть, ребята начнут раньше уезжать в город То есть, они, скорее, будут поступать в колледжи В техникумы, уезжать в города Опять же, с позиции современного устройства Наверное, это выгодно Это выгодно экономически С точки зрения, опять же, человеческого капитала С точки зрения будущего Там потенциала Креативного Потенциала Творческого Потенциала Может быть, там Какого-то предпринимательского Я не уверен, что это плюс Михаил Шевелюф У нас в студии Это его особое мнение Мы слушаем Общественный представитель Агентства стратегических инициатив Но и гражданин, и гражданин Да, вот этого города В котором мы живем Мы начнем сейчас обсуждать Нет, пожалуй, мы прервемся на полминуты И после этого Я попрошу вас прокомментировать обсуждение Новой транспортной схемы Которая в городе сейчас происходит Очень активная и очень жаркая Такое обсуждение После короткого перерыва Особое мнение На 101FM Итак, эта программа Особое мнение И Михаил Шевелев его представляет Сегодня на 11 сентября Назначили обсуждение Новой работы транспорта С кировчанами Эти публичные слушания Назначили Такое решение было принято На депутатских слушаниях Потому что депутаты схему Категорически принимать Отказываются Отказываются Здесь очень много на самом деле вопросов Во-первых, идти или не идти Вот на эти общественные слушания Ключевое слово Слушания Депутаты послушали Их никто не обязал высказаться Их приятие, неприятие Оно, собственно говоря С точки зрения сути депутатских слушаний Оно как некая рекомендация для администрации Которая, в общем-то, в итоге будет принимать итоговое решение То же самое и общественные слушания Публичное слушание Еще более слушание Потому что там придут люди Там для власти Немножко более опасная ситуация Потому что там придут люди Скорее неконтролируемые К высказываниям И к тому, как они что услышат Потому что депутаты Все-таки слушатели Квалифицированные Они более-менее понимающие При этом Вы говорите бурные А я посмотрел Нашел Они квалифицированные Квалифицированные Они квалифицированные Квалифицированные слушатели Потому что они представляют Как слушатели-то я не спорю Что они, конечно, даже сомнений нет Что квалифицированные Нет, именно как слушатели То есть я С точки зрения как депутаты Они тоже квалифицированы Ключевой Возглас, который существует У депутатов По итогам депутатских слушаний Это Нас порвут Количество Публикаций Начинающихся С этих слов По-моему Там процентов Наверное 70 или 80 Модная расхожая фраза Модная расхожая А вот почему порвут Да, хороший вопрос Абсолютно, на мой взгляд Правильный вопрос Во-первых Чей город у нас? Ну, кто рулит городом? Кто хозяин в городе? Мы же говорим мэр Мэр это кто у нас? Шульгин? Нет, не Шульгин У нас мэр Почему-то глава думы Соответственно У нас депутаты Должны не просто там кричать Нас порвут Мы боимся, мы не делаем Должны предлагать что-то Должны как-то Собственно в этом участвовать А не просто приходить Наслушанием Расскажите-ка нам Чего тут сделать То есть По большому счету Депутаты Должны этим процессом В общем-то управлять И тут мы приходим На мой взгляд К Серьезному дисбалансу Потому что Депутаты С точки зрения Исполнения депутатских наказов Они Понимают Что они работают С людьми Которые их выбирали А кто их выбирал Их выбирали люди Ну как правило Это Не средний класс Потому что средний класс На выборы Не ходил как минимум тогда Соответственно Это те люди Для которых они Политически устанавливают Невысокий тариф Для которых они Собственно говоря Придумывают Определенные льготы Я сейчас говорю Не про наших депутатов В том числе Про депутатов Государственной думы Это принцип выборов Потому что нужно Сходить Пообещать Дать кому-то 500 рублей Выбраться И потом Именно для этих Людей Работать А что означает Для этих людей Это очень Небольшие Подачки Я их по-другому Не могу назвать Потому что Это установление Каких-то Небольших тарифов Установление Каких-то Небольших льгот Установление Каких-то Совершенно Небольших Выплат В денежном Эквиваленте Которые По сравнению С другими Выплатами Которые тратятся Часто вообще Несопоставимы То есть При 40 миллиардах Бюджета Кировской области Выплаты Связаны С льготами С помощью Поддержки Даже с проектом По поддержке Местных инициатив Они вообще Как бы Очень Небольшие Скажем так И поэтому Сейчас же Обсуждение Пришло К тому Что Мы должны Сделать Транспорта Не только Для социально Незащищенных Групп А мы должны Сделать Транспорта Удобным Для среднестатистического Жителя Так называемого В том числе Человека Среднего Класса Который Возможно Готов платить И больше За проезд Но требует Качественного Оказания Услуги Депутаты Испугались Что их Хотят Пересадить На общественный Транспорт Я думаю Что они Вот этого Совсем Не испугались Потому что Да Кстати Если еще Посмотреть По высказывающимся Я не нашел Двух групп То есть Собственно Не так много Людей Которые Высказываются Скажем так Из народа И второе Не так много Скорее так Я вообще Не нашел Ни одного Высказывания От городских Перевозчиков И в этом плане Для меня Удивительно Это обсуждение Потому что Кто это Будет оказывать И услуги Как они Будут оказываться А ведь За услугой Что стоит Ведь Почему люди Против И почему Они считают Что прав Они очень четко Понимают Потому что Если они Заботятся О тех бабушках О тех Многодетных Мамах О тех Людях Которые В общем-то Пользуются Транспортом Каждый день То для них Для многих Из них Вопрос Комфортно Дождаться Автобуса Сесть В автобус Выйти Из автобуса Это Достаточно Серьезная Процедура Скажем так И увеличивать Количество Этих Процедур Дождаться Сесть Выйти А для них Это Увеличение Бремени По сути Ежедневного И При этом Вопросы Скажем так Обеспечения Остановок Давайте так Возьмем Насколько Они будут Более комфортны Даже Пусть На тех хабах Про которые Они говорят Причем Они говорят Про два хаба А многие Люди Которые обсуждают Которым не нравится Тем маршрут Они с этими хабами Вообще не могут Быть связаны На мой взгляд Они вообще Не знают Что такое хаб Они вообще Не знают Что такое хаб И Вот Мы с вами Бывали в Берлине Мы представляем О том Как это работает Насколько Это удобно Чего же Берлин-то ездить Вон в Москве Пожалуйста В Москве Удобно А Согласен Кстати Про Москву Тоже согласен Но Для Кирова Ведь это должно Быть понятно В первую очередь То есть Хотя бы визуально Вот у меня вопрос На самом деле А депутаты Когда они спорят И отвергают Они вообще понимают Что там заложено В этой схеме А зачем Вот Ответьте мне на вопрос Зачем депутату Понимать Они выбрали Каждый из них Выбрал определенное Больное место И ну скажем так Пнул разработчиков Разработчики Предложили На мой взгляд Все возможные варианты То есть Ну опять же Попался Некачественный С точки зрения Менеджмента Я считаю Что администрация Ну не администрация В данном случае Там руководитель Департамента Городского хозяйства Делал максимум Из того что можно Но Первый вопрос Почему это не было Сделано год назад Простой вопрос Потому что Сейчас Заканчиваются Сроки Аренды Маршрутов И им Кровь из носу Нужно Этот Маршрут Пересмотреть В противном случае Город может встать Потому что Правила игры Не установлены Почему Это не было Делано Год назад Это первый вопрос Который существует Сейчас В условиях Стоит Но это опять Мы должны Быстрее Быстрее Давай Давай Ну вы же понимаете Нужно же Быстрее принять Ведь если мы Не примем То собственно Все и будет Не работать Что за шантаж С точки зрения Подходов Опять же Шантажируются Жители Либо Как раньше было То есть так Не должно быть Должно быть Предусмотрено Ведь представьте Сделали бы У вокзала Остановки Комфортные Удобные Длинные Остановочные Частью С высоким Скажем так Площадкой Удобной Для подъезда Для автобуса Запустили Один Два Маршрута Один Два Дополнительных К тем Которые Существуют Например Хотят Пятьдесят Четвертый Исправить Ну как Изменить По радужному Или там На авиатске Там какие-то Маршруты И запустили Вот вам Дополнительный Один маршрут Который Будет работать На этом примере Отработали Взаимодействие С перевозчиками Отработали Как бы сказать Подходы Жителей Потому что Они увидели Ага У нас есть возможность А давай съездим Посмотрим Что-то такое Отработали Взаимодействие По состыковке Этой маршруте По установлению Этих Скажем так Расписаний Маршрутов По движению У нас ведь Тоже есть Как бы Определенные Допуски Как движутся Где какие пробки Где какая Перегруженность Транспортной сети Выделенку У нас не получится И делают Большей части города И запустив Увидели бы Просили бы Мнение Жителей Как вам нравится Этот маршрут Или не нравится Вам нравится Это пересаживание Нужно ли увеличить Количество этих маршрутов Это же все время Времени требует Времени И дополнительных ресурсов Зато Это Простой Здравый смысл Кого сейчас Полюбят За то Что они Что-то внесут Понимаете Вот у меня Есть как бы Ну в голове Скажем такой Классический Академический Пример Боготы Ну просто Разговаривая Там с специалистами Они постоянно Приводят Когда мэр Боготы Решил Сделать город Удобным Для пешеходов Когда ты делаешь Город удобным Для пешеходов В первую очередь Ты получаешь Массу негатива От кого От автомобилистов От автомобилистов Потому что Ребята Извините Вы у нас Хотите отвоевать Часть улиц С какого перепуга У нас будет больше Пробок Больше всего Но Он нашел в себе Силы Он нашел Силы Создать команду И не за один год И не сразу И не одним решением А в течение Десятилетия Внедрял новый Уклад жизни В Боготе После которого Сейчас Все считают Что А как мы вообще Раньше жили-то Ведь это настолько удобно Ездить на велосипеде На автомобиле Что город должен быть Удобным для пешеходов А мы же вот собирались В прошлом году Когда обсуждали Эту же транспортную схему И спрашивали И у сети менеджера И у мэра города И так далее А какой у нас Приоритет в городе Как мы их расставляем По приоритетам Эти автомобили Общественный транспорт И пешеход И велосипедистов Ну и что сказал нам Мэр города Тогда Сказала нам Мэр города У всех должны быть Равные права Примерно так То есть равнозначно Уберем Интересы всех Чтобы не переврать Интересы всех Должны быть учтены Ну это понятно Это понятно Но ведь пока Ты не примешь Окончательное решение И четко не скажешь Что мы будем Развиваться вот так У нас будет там Например пешеход И общественный транспорт На вершине всего Или только пешеход Да А автомобиль Особенно припаркованный Внизу этой пирамиды Пока это не будет Озвучено И принято Как будет меняться сознание Каким образом Вот в таких спорах И вообще Я хочу тебя спросить Кто должен сказать Последнее Стоп Приняли схему Сейчас поедем Вот по этой схеме Я исхожу из того Что у города Должен быть хозяин Несущий ответственность За его будущее И пусть его рвут На сотню маленьких медвежат Да И пусть его порвут На сотню маленьких медвежат Ну Если ты стал Хозяином города Ты должен быть готов Не к тому Чтобы отбывать номер Номер Скажем так Да То есть У тебя должны быть сторонники Эти сторонники Дела должны поддерживать Ты должен находить себе Сил для диалога И этот диалог Вести непрерывно И в конце концов Мы же с вами знаем О том Что в дискуссии Всегда побеждает Здравый смысл И если эта дискуссия Выстроена хорошо Качественно Здравый смысл Будет найден Вот скажи Почему У нас Вопреки Здравому смыслу Сейчас Я уверен Что будет Будет Принято После публичных Слушаний Какая-то Урезанная Транспортная схема Вот не та Которая Представили Завтра Пора Запускает Либо так Либо никак Вот почему Так-то должно быть А ведь так Будет Ну вот что касается Диалога И мнений То 11 сентября Напоминает Уже буквально Послезавтра В 17.30 Будут вот эти Общественные слушания Глава администрации Илья Шульгин Он пообещал Что предложения Каждого жителя Кирова Направленные в мэрию Будут рассмотрены В обязательном порядке А глава города Елена Ковалева Предложила депутатам Провести общественные советы В своих избирательных округах Чтобы нанести До Кировчан информацию О том Какие изменения намечаются Ну в общем правильно поступают Абсолютно правильно Но ведь Вот это вот Предложение По общественным советам Я услышал От Катаева То есть Которая сказала Наталья Катаева Наталья Алексеевна сказала Депутат Гордумы Член общественной палаты Она сказала Простую вещь Ребята Вы Должны действовать Как ученые Ученые как действуют Сначала проводят Фокус Исследования Формируют какую-то гипотезу Эту гипотезу Доказывают Показывают Она работает И после этого Ее внедряют Вот это подход Правильный Нормальный Ученого Профессионал Я к сожалению Посмотрел Писок участников С точки зрения Транспорта Управления в транспорте Ну я может не нашел Но по крайней мере На сайте администрации Послужного списка Транспортных побед Я не нашел То есть я Скажу так Что Вот эта вот система Когда Ну как ее Петр Михайлович Называл Полянцев С улицы Позвал стул Дал Сиди Управляй Что Она Она Нереальна Она Как мы можем Доверять людям Которые Ни разу Не внедряли Эту схему Вот Это вопрос И этот же вопрос Перейдет На следующую Нашу тему Но сначала Мы прервемся На рекламу Продолжаем программу Особое мнение Светлана Занько У микрофона А напротив меня Михаил Шевелев Общественный представитель Агентства Стратегических инициатив В Кирове Руководитель Альянса Консультантов Инициативного Бюджетирования Ну вот Насчет того Что Чем мы закончили Там До перерыва Здравым Сдравым Смыслом Да Нужно понять Сколько здравого смысла Сейчас В проекте Мородыковский Я Когда говорю Проект Мородыковский Имею ввиду Все И действия Со стороны Властей Федеральных И действия Со стороны Федерального Оператора Это Росрау И действия Со стороны Регионального Правительства И активистов Например Да Вообще все Весь проект Мородыковский Но отталкиваем Где Будем сейчас искать Тут здравый смысл Во всех вот этих местах Значит Первое О чем мы Оттолкнемся Все-таки С активистов Они на то и активисты Что больше всего Дают разной информации Которая появляется СМИ Всю минувшую неделю Несколько активистов Проводили опрос По объекту Мородыковский Он был очень простой Да или нет Быть или не быть И здесь был у нас В гостях Господин Семенищев Который Рассказывал о том Как собственно Этот опрос проводился И он это все Освещает В соцсетях И в группах Ну вот что он сказал И что интересно И удивительно В нашем эфире Он говорил Что большинство людей Которые подходили К нему Вообще не в курсе Было Что за объект Такой И о чем речь идет Но опрос Проводится при этом Да или нет Ну потом он говорит Что он пояснял Опрашивал И все вот эти Опросные листы И мнения Будут посланы А. В администрацию президента Б. В правительство В. В Росерау Как ты относишься К такому роду Опросу Ну Они молодцы Активисты должны быть Они должны проводить Определенную работу Работу связанную С разъяснением С просвещением С вовлечением Ну и где-то возможно Даже С манипуляцией Общественного мнения Потому что На то Они активисты Чтобы добиваться Реализации Собственной позиции В которую они верят То есть в данном случае Я уверен Что ребята Действительно верят И хотят И я их Многих знаю И очень сильно уважаю И не зачистую вятку Что я могу сказать По поводу Здорового смысла И этого вообще Вопроса в целом Нет Можно я тебе дам Вот сейчас еще Несколько Примитивных Таких вопросов В таком случае Если верить Заявлениям активистов Почему мы против? Потому что Нас хотят купить То есть Нас просто Хотят купить Государство Ага Запад нас уже Не хочет покупать Теперь государство Нас хочет купить Государство Это купив нас Продаст нас Западу Боже Потому что В данном случае Ну давайте посмотрим На Ну насколько я понимаю Как выстрел Система утилизации Так То есть Большинство Стран Европейских В которых Очень большая Плотность Населения Плотность Городского Хозяйства И так далее Просто-напросто При наличии АЭС Не имеют Возможность Утилизировать Тот продукт Который Производится А утилизация Он необходим Как-то они Не имеют Возможность Утилизироваться Если в каждой Стране По десятку Таких заводов Минимум В каждом Монсабилитете Я имею ввиду С точки зрения Рисков С точки зрения Ну скажем так Максимально Безопасного Размещения То есть Требуются Большие территории Вокруг которых Собственно говоря Не так много Населения Которое Может пострадать Это все-таки Техногенный характер И мы с вами После Чернобыля Не можем Чувствовать себя В безопасности Совершенно никак Даже не после Чернобыля Я прошу прощения Здесь очень важно На самом деле Миша отметить Причем тут Чернобыль Хорошо Чернобыль Это техногенная Катастрофа Это Катастрофа Которая появилась В результате Деятельности человека А скажи пожалуйста Насколько Корректно Сравнивать Чернобыль И мусоросжигающий завод Можно сравнивать Любые техногенные Элементы Мы можем сравнивать Вкусимые Если хотите Мы можем сравнивать С падением Железнодорожных Поездов Мостов Скажем так Потому что Они имеют Характер Изнашиваемости Они имеют Характер Необходимой Безопасности И контроля За этой Безопасностью И мы сейчас Сравниваем Мы не Говорим о том Что такое Хорошо И что такое Плохо А мы говорим О том Что человек В ходе Прогресса Производя Достаточно Сложные Комплексы В том числе Атомные Какие-то Элементы Сталкиваться С тем Что Производят Все больше Мусора Который Необходимо Куда-то Прятать То есть И это Объективная Реальность Что в Африке Что в Индии Что в Америке Что в России Что в Европе И в принципе С точки зрения Сегодняшнего Мышления Оно К сожалению Экономическое Человечество Поступает По принципу Минимального Противодействия Где Легче всего Осуществлять Захоронение Скажем так Мусора Из Европы Где На территории Российской Федерации Которая Безгранична В которой Можно себе Позволить Сжечь Несколько Миллионов Леса При этом Половина Населения И не заметит О том Что что-то Горело Они уже Везут Свой мусор На территорию Российской Федерации У нас Мородыкова Работала На что Работала Мородыкова Работала На уничтожение Химических Отходов Которые Были произведены В том числе Не в России То есть У нас то есть Этот опыт У нас есть Понимание Того что Нашу Экологию Так или иначе Есть желание Каким то образом Поиспользовать Кто то хочет Купить у кого Много денег Кто то готов Это продать Это На мой взгляд Объективные Экономические условия Было бы дешевле Везти в Африку Повезли бы в Африку А если мы вернемся Все таки к вопросу Наших собственных Отходов С нашими собственными Отходами Это без разницы На самом деле Нет это с большой разницей Давайте все таки Мы поговорим о том Что с нашими Собственными Отходами Да то же самое В Европе Так как везти Везти простые Отходы Отходы Нам нужен Нам нужен Такой завод Или нет Михаил Мне пожалуй Хорошо Допустим Допустим Деньги Вот об этом Говорят сейчас Росрау Тогда я не понимаю В чем противоречие Это Теперь давайте Посмотрим О чем говорит Росрау Росрау За это Нам продает Он говорит о том Что мы у вас Поставим Это все равно Техногенный характер Но все равно Безопасность Определенная Она как бы Присутствует Объективно И при наличии Даже самых Самых Супер Систем Допустим Через 100 Через 200 А через 250 Лет Может случиться Ситуация Но у нас Путепровод Открыли На днях Тоже ведь Может в любую Секунду Нет Следуя этой логике Бабах Следуя этой логике Да Так что Не строить его Что Но Смотрите В чем Особенность Рао Говорит нам Ребята Не переживайте Все будет безопасно И при этом У вас будут Дополнительные налоги Рабочие места У вас будет Дополнительное Поступление в бюджет У меня вопрос Сколько Сколько будет Этих денег Вот сегодня Бюджет Прямо здесь и сейчас Тебя должна выложить Еще без того Чем мы хуже Пермского края А там уже есть Эти цифры Нет Я не про это Я про цифры В бюджете Региона В Пермском крае Бюджет региона Составляет Примерно При такой же Протяженности И всем остальном 110 миллиардов рублей А чем мы хуже Кстати Чем мы кстати хуже Все вокруг нас Качают нефть Коми Татарстан Нефти у нас нет Миш Нет нефти У нас нефть есть Просто ее выкачивают По кругу А у нас не стали Ее выкачивать И почему Это же общее богатство Правда То есть Достояние России Почему бюджет Кировской области Меньше чем Пермский край Объясните мне И если Росрау Хочет сказать Что за счет Построительства Этого комплекса У вас бюджет увеличится Если он будет Как в Пермском крае При наличии Мы будем разговаривать Только о безопасности То есть все таки Будем разговаривать Разговаривать Это надо или нет Вообще Потому что посмотри Потому что все таки Итоги опросов Показывают Что никаких разговоров Нет и все Светлана Ну вы же знаете То что Как сказать Пива нет и пива нет Может звучать Абсолютно по разному И вопросы Тоже могут Ставиться Совершенно по разному Ну давайте Представим Что этот опрос Проводился бы Там условно говоря Там я не знаю Сколько там 40-50 лет назад Не будем строить Кирово-Чепетский Химкомбинат Ну просто Не будем строить Мы против Наверное Все было бы хорошо Ну то есть С точки зрения Экологии Ну то что Что-то не изменится И как бы сюда Не пойдет Я уверен Что это не так Все равно На сегодняшний день Развитие Индустриальное Технологическое Таково Что Отходы Они везде Производятся Они везде Должны Перерабатываться И вопрос в том Где это должно Быть размещено Я ведь не знаю Мне кажется Росрау С точки зрения Бюджетов С точки зрения Специалистов С точки зрения Подходов Времени Всего Должно бы найти В себе Возможности Силы И как бы Демонстрации Всех Своих Аргументов С точки зрения Безопасности С точки зрения Финансов Вообще Объясните Просто-напросто Почему это нужно Сделать В Мородыково А не условно Говоря Где-нибудь Там я не знаю Там в Якутии Или там В каком-нибудь Другом Месте Где Там Проживает Один человек Там на Несколько Десятков тысяч Квадратных километров Почему Просто скажите Раз, два, три, четыре Потому что Ведь все понимают Потому что И день Хорошая транспортная Логистика Раз Транспортная логистика Готовая база Да Люди Квалифицированные Готовая база Третья Якуты тоже скажут Почему у нас Видите в Кировскую область Все равно Третья И четвертая Современные технологии Позволяют строить Такие предприятия Я просто пересказываю Если ты пропустил Встречи с Росрау И то что писали Позволяет строить Такие предприятия Ход в центре города Я согласен Светлана С точки зрения разума Я вам В аргументации И в спорах Ну вот Не вам Рау Я проиграю Но Здесь битва Идет не за Финансы И не за безопасность А битва В общем-то Связана С предыдущим вопросом Как вы правильно сказали С недоверием Что такие Росрау Недавно Они что-то там Взорвали В Североморске Я не знаю Может там ничего не было Мы с вами не знаем Это водоподлинно Там вообще-то Кажется Военные все-таки Что-то взорвали А не Росрау Извините Большая разница Вопрос человеческого фактора Зачем смешивать Два разных Вопрос Насколько у нас Хватит профессионалов Для того Чтобы это все реализовать Вопрос Для того Насколько хватит Позрачности Аргументации И убедительности Для того Чтобы реализовать Такой мощный проект Вопрос Просто в том Что нас ведь Кругом пичкают Информация О том Как это все происходит Здесь у нас Профессиональный бюджет Полтора триллиона Да Ладно Я понял Я не то что Мы должны продолжить Конечно разговор на эту тему Но время закончилось К сожалению Время закончилось И просто Недоверие Оно возникает Из того что Да просто Честно говоря У любого Тринцентрического Кировчанина Есть ожидания То что Рау хотят заработать Здесь По легкому И вопросы безопасности Никому Не кажутся Здесь первоочередными Потому что Она в том числе И губернатор не местный Потому что Эти варяги Они взвозьмут Завтра и уедут Все Все Вернулись к варягам Михаил Шевелев Это его особое мнение Мы сегодня слушали У микрофона работала Светлана Занько Особое мнение На 101FM